приветствую на канале а смотри play мы играем бэтмена комикс и так у нас женщина с женщиной кошкой уже мы познакомились она нас узнала мы ее тоже узнали вот и люди фалькона вы можете принимать облик людей мыши новые не живут сегодня вы чуть не убили человека ваши родители растили тебя не так я сделал что должен был мы оба это знаем как это тяжело особенно сейчас во время этого нелепого нападения на вашу семью вы должны показать миру истинную природу война оставь этому городу все а потом быть убитой именно об этом я думаю каждый раз когда отправляю тебя ну кстати альфред у нас как сына считает в этом раз служить его вы хороший человек плюс такой же хороший как ваши родители таким и будет одним тебе отдачный ноут фулан на сабжик это за френд добавили не под силу быть достойным их кума перенцовую жизнь которую они вели готем чтит их мне никогда таким не стать вы нет такой а какой вы намного их превзойдете вы похоронили человека влюзла вам никогда иногда я жалею об этом ну конечно же не надо жалеть да но что аллея превратила меня в того кто и есть но я не могу выбросить это из головы это ваш дар и проклятие облик бэтмена поможет вам обратить спять поток вероломства который достиг берегов этого города или утонуть его безусходности и тогда вы сомневаетесь своей судьбе вспомните о том почему вы здесь я этого не забуду как и я альфред человечище что шаги слова воин так это доступ смотрю чего у нас здесь так харви дэнт окружной прокурор gotham city кандидат в мэры с одной стороны у меня харви который вытесняет почему мэр выяснять почему мэр хил заморозил мои активы но возможно мне стоит больше беспокоиться о том что его новая подруга серина кайл это женщина кошка а это мое да ну это гордон это детектив он неподкупный альтруист или как правило следственный журнал вот там сети это черт черт вики вейл ничего нет у нее ну и вот друг детства преступления торговли оружия подпольную это мы уже смотрели знаем его весь его список женщина кошка проникновение в офис мэра кражи мелкое выросло оказалось это селина ну как и так то знали пойдет что населена доступ слухи о коррупции потрясают население семью воинов чё потрясают натравили на меня семейство воинов издана считается одной из самых уважаемых семей годом и однако на днях в адрес патриархов этой семьи то ли друга то ли чё томаса уэйна и его супруги марты прозвучали обвинения в нелегальных деловых связях с криминальным кланов фалькон и хотя я даже руки ему руки ему не пожале он падла это запомнил если они подтвердятся возможно что огромное богатство уэйнов исчисляемо миллиардами долларов будет арестовано властями в целях расследования их текущей деятельности короче на нас клевету всех собак хотят спустить кто только бэтмен сражается с преступницей в маске на крыше мэри его до нас еще и сфоткали господи а кто сфотографировать успел дерзкий налет на офис мэра гамильтона хилл хило закончилась вчерашней ночью схватка между бэтменом преступницы в кошачьей маске которую полиция называет женщина кошкой бой на крыше завершился головокружительным падением вдоль стены здания после которой судьба женщина кошки остается неизвестным мы не можем отдать нашу безопасность на откуп анонимом в масках заявил комиссар полиции и готэм сити питер грон гроган никогда не забыть уверены над чьей они самом деле стороне так использовать посмотрим что там расшифровали как похоже что скорлупа треснула и внутри прятался мэр хилл больше чем я могу представить это полная схема преступной организации кармайна фалькона это страховка может разоблачить фалькона если тот не будет сотрудничать это бы объяснил тут факт что они вместе это чертовски лучше любой охраны ну вот значит чё там все делишки фалькона вот оно альфа с с этими доказательствами наконец-то сможем уничтожить организацию фалькона откуда все это это дело фалькона и есть только один полицейский которому мы можем отдать ее лейтенант гордон он может мобилизовать всю полицию против фалькона а что насчет этой журналистки из газетки витки да мисс вейл она может передать эту информацию по нужным каналам предлагаю все зависит от того кому вы хотите помочь больше или пока вашему сделать или по вашему сделать чего-то там ну ладно чё кому я хочу помочь больше выбор гордону конечно абсолютно полиция стоит на первом месте смотрим гордо но это нужно больше мудрое решение мы нападем на фалькона с двух сторон гордон по нужным и бэтмон значит гордон легально нападет а мы нелегально чтобы не планирую фалькона мы это обломит он паук брюс глаза повсюду плотная сеть головорезов готовая поймать вас сеть никому вообще еще не удалось уничтожить я еще не пытался правильно попытаться поставить раздаваться то что и не пытались а уже сдались нет мы его до сейчас на хрена чем пришучим к стенке потом в репу потом пара нет ки потом в бульон потом в ты не он расколется все-таки ой а это кто передает брус брус передает это серебряная пуля и она положит конец фалькона раз и навсегда не задавая вопросов откуда это я даже не хочу знать откуда туда молодец нет не знаешь и все же я хотел бы узнать одну вещь почему ты отдаешь это мне я тебе верю слышал что ты последний честный человек в полиции не нужно пускать пыль в глазах я не пускаю это я знаю на меня уже и так надеются слишком много но спасибо тебе правда зная что эти доказательства помогут посадить фалькона я буду спать как чертов младенец в каком-то веке обратил внимание на это вы знаете как я цену как такие не учился короче он оцениваемый поступок благодарен мне в отношении расследование делать моя семья заслужит справедливости меня никто не справедливость на кону доброе имя семью вейнов помоги мне восстановить его если твоя семья чисто я буду пить ее его с крыш а если нет я все равно буду петь да ладно ты должен понимать я привяжу их к этому значку нет семья чисто мне пройти я пришел прямо с места преступления сюда а я тебя значит оторвал отдел иногда мне кажется что весь этот город одно большое место преступления и мы просто ходим по нему дюр холдинг то что ты держишь сделает нашу прогулку гораздо безопаснее спасибо брюс лейтенант эй зови меня джим джимми 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 а чатча надо тебе вот я вижу дело сделано хорошо как и наша охота дрон обнаружили фалькона в центре города вместе под названием клуб skyline полагаю вы не одеты для такого урода деятельности что же я могу переодеться в машине а у меня и машина то крутая еще и цвет меня коп вот тебе и бэтмобиль так блин я же днем шел почему ночь это что у меня машина пока перекрашивала краска остывала может настала что-то не продумали они эту систему то зашел утром вышел уже показал что прибыли что здесь есть а игра клавиш аппаратура сканирует хорошо плачь фалькона давай найдем фалькона удобный вход посетители осмотреть расскажи еще что-нибудь в чем разница между преступной группировкой и городской полиции не знаю разве есть разница только преступная группировка бывает организованная понятно так и свободно я считаю что теперь теперь уже нет клеится падла анеке в обезьяннике опять мой мать моя женщина кимми что за веру за хрень это никита она же вроде не по этой части вот и я так думала алиби у нее милая моя я его алиби так это что-то воровская сходка когда-то ой ну давай главная кость небось еще 100 раза не все зажило на этот раз хватило пары суденных бумажек как два пальца обослали хрена с два там было как два пальца обослали от тебя заверстую разит порохом ой вот это мне надо по-любому предмет искусства на хрен не предмет искусства белая роза символ фалькона отныне она покраснеет здесь ничего нет офис самая охраняемая дверь во всем здании похоже вот она логово фалькона здесь мало будет просто постучаться фуром карте 4 вооруженных а вот я даже вижу скрытность не поможет я ставлю план атаки будь наготове так составлю плана таки будто готовим план атаки я вижу пару вариантов как можно положить этого парня но связать на господи уже при при предвкушаю как она будет так проверим доказательства 5 голова с но когда я посмотрю как ты будешь выглядеть а ну здесь то легко и просто так где еще люди то проверить давай связь с лестницей посмотрим как тебя бунт правильно проверить тут может оказаться не так просто у меня все схвачиво давай просто выдерни его с балкона да а я вообще-то вы хоть и думал ты снизу так подхватишь его вы составили план нападения гоня хожу ваша очередь вломиться к нему без приглашения но это точно так игра клавиши так и понимать и на так его выловили так кидаю такая как понимаешь и даже не успевать это все равно будет 10 какая-то штука не заполнится значок бэтмена давай 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 времени дают мало а так вот я почти как настоящий бэтмен дерусь долбаный клоун своих же людей попросил делать увидите ножка он так все расстреляют это я такой сильный пол до потолок могла в спину ему воткнул кстати они вроде не убивали то у него безобидные были а тут аж воткнул чуть не подстрелили хотя я в броне вырубили дать тебе глаза то дурачок лежать фалькона мы можем закончить это сейчас мы еще многому надо учиться малыш а тебе еще много надо учиться малыш так у меня мышь на пределе разрывной снаряд готовь стали готовь со стрелять стены то позади мы вынесли ну пушка то это как она работает надо же знать как она работает мог бы тебе в руку блин надо было в руку все кончено фалькона все эти стрелые словечки меня не напугаешь а я не буду пугать скинь его все-все-все ладно химикаты где они я нашел в доках свою визитку белая роза ты думаешь я хотел привезти тебя сюда чем вся эта история пованивает причем не дохлой летучей мыши ну чё ты за дурачок я же в броне весь хочешь еще поиграть нас всех обвели вокруг пальца включая тебя ну хорошо значит те химикаты за которые ты так возбудился они мои но кто-то пытается выжить меня из этого бизнеса потому что заварушка в доках не моих рубля их тогда хватит вас видит весь год он на нас видит весь год он ну чтож арестовать я все-таки комиссару города но обещал что-то отдал так что вот боже всемогущий выкладывая фалькона это уэйн они стоят за всем этим что ты имеешь ввиду ты хочешь спасти этот город ну так вот войны главный гангстер и готема да сейчас не верю спасибо за помощь теперь нам осталось открыть огонь а почему по мне что ли а почему по мне пострелять спасибо за помощь открыли еще открыли по мне огонь вы чё кто так делает это чё за благодарность у вас таки вот нифига вот и помогает людям после этого слава благодарности и пулю в лоб так он по-английски опять несет рассказывать какие бэтмен нехороший мучает людей нападает на мирных жителей ну фалькона у них же как бы мирный житель а я такой злодей выставлен ну да сейчас так а лейтенант гордон то а комиссар гордон то еще не опубликовал или опубликовал материалы которые да чтобы фалькона был арестован так это про семью воинов уже говорят что говорят понятия не имею так что так поколениями больше буквы на башне уэйнов интерплез мы знали что кому то они помешают что этот город что этот город что ладно там на паузе читать надо ну чё ты блин про брюса уэйна вот я руку не жал так что не надо я надеюсь оправдал да что руку не жалом выдумки моих родных это всего лишь выдумки вымышленная история от начала до конца на так называемого героя бэтмена только время покажет тем временем мы продолжаем раскапывать правду с явным предчувствием что золотое время в годами подошло к концу ах вы падлы вы просто уничтожаете вейнов что за дебилы вот блин костюм клайш вся эта пещера мистер брус мистер брус все что я построил я создал все это потому что я не хотел чтобы погибли другие невиновные так никто вроде не погиб кроме твоих родителей если фальконе говорит правду о моих родителях тогда зачем черт возьми мы все это делали альфред господи альфред знал что ли и это действительно правда нет я не буду в это верить пусть как хотят но я буду верить своих родителей что они были хорошими царство тени эпизод 1 а вот эпизод первый только закончился вы поддержали харви в споре с фальконе вы 32 процентов игроков послушали фальконе и не взяли харви на приватную беседу с ним вы дали вики интервью полная ложь вы сломали руку стрелку в доках ничего страшного заживет кому данные отдали диск так но большинство отдали детективу как бэтмен в конце концов поступил с фальконе арестовали значит вот многие то игроков так послушали фальконе дали вики интервью так оно то все продолжить это так что у нас эпизод 2 до начинается блик оккупируют эпизод долги ваши покойные родители поручили мне заботу о своих владениях в своем сыне и своих тайнах я ни за что не придам их следующий так следующем эпизоде бэтмен а чё в следующий эпизод ну давайте начнем его ваши родители были хорошими людьми брюс что бы вам не говорили этот бандит с фальконе тогда поквините с мне что этот нет ни капли правды твои улики против фальконе оказались вполне вескими возможно я тебя недооценивал теперь у нас с бэтменом еще и избивает гангстеров интересно кто следующий вот это есть как оказался великолепный вид вообще там оказался брюс или войн теперь как яд вы я вынужден делать то что нужно для моей компании для готэма господи я женщина-кошка а ну правильно я же решил помочь мне придется дистанционироваться я узнаю я узнаю правду я узнаю я узнаю правду город и всех кто станет на моем пути так следите за приключения бэтмена везде где продаются комиксы или книги ну да мы делаем по комиксам ну по комиксам она как-то вот по книге эта игра вообще по книге не идет так начать эпизод 2 давайте я тут видимо какой-то мелкий еще потому что с книга нет ничего общего поэтому тут только коль по комиксы я не читал поэтому скорее всего тут по комиксам и сделано на пороге год она стоит революция когда все начнется постарайтесь быть на правильной стороне это кому это были уже мистер уэйн благодарю что открыли нам двери своего дома вместе мы изменим готэм изменим следующий мир готэма очень хочет с вами по на комикса не заинтересован а репортер готэм газет карман фальконе карман фальконе главный криминальный босс готэма да такой ваш отец знал кому пожимать руку найди ты нахрен знал разве ты не знал что нельзя загонять дикое животное в угол это опасно но под по морде и получила синяк у нее потом пока бэтт это селена ну вот она синячком он с царапинами сколько мне придется считать кусочки вот это вот самый такой да кровавый какой-то визитная карточка фальконе химикаты химикаты где они на нас всех обвели круг пальцев включая тебя значит химикаты это не твоих рук дело ничего это уэйны я бы тебе мог еще ноги переломать надо было потому что по мне стрелять войны главные гангстеры готова что-то сомневаюсь может картина не так выглядит как она как вы мне и при преподносите и предоставляете что за главное это игра адаптируется по выбору который вы делаете сюжет меняется соответствии с вашей манеры игры но это мы знаем да от того какое решение вы примем так игра извернется они все тут запоминают падлы помнят и припоминают летим на вертолете аудитору какой-то как это это понимаю там война мэров будет как она правильно за за дебаты не надо этого делать так вот здесь убили родители юна в переулке только вы мистер брюс теперь только вы мастер так аллея преступности вот я говорю же аллея как назывался что преступностью связано аллее преступности так я думал что веду вас здесь я знаю это печальные новости для нас обоих но вам надо это увидеть чё это я знаю брюс что вы пришли сюда чтобы побыть в одиночество новое обвинение связи с криминалом связи с криминалом это не кончится так скажи мне это неправда ты скрывал это от меня они поливают грязи мою семью ну-ка давай кого-то что-то скрывал как ты мог этот меня скрывать альфред а что я должен был сделать вы были ребенком а все-таки скрывал я почти 20 лет страшился сегодняшнего дня я надеялся что он никогда не вас забудь про это я хочу услышать это тебя правда в том что они были миллиардерами такое богатство не приобретешь без определенных нравственных комплекс компромиссов но особо это попросту невозможно давай вот так ты хранишь их тайны секреты я пытаюсь помочь вам понять пытайся лучше вот альфред тебе доверяю до стоп процентов как бы ты не был чё бы ты не скрывала сто процентов ты меня вырастут как батя хилл смазал смазывал политические шестеренки фалькона был мускулной силы что у нас покрывался в предприятии своим именем придавая ему законность ваш отец гомильтон хилл и фалькона они были партнерами он работал с фалькона и хилл я думал речь идет о бухгалтерских учетах только не договорах с дьяволом ваш отец во многом смыслах был хорошим человеком но не во всех хочу чтобы вы знали мои чемоданы были уже собраны я больше не мог терпеть вашего отца а потом их убили а вы были совсем один я просто не сумел переступить порог все что я делал все что я когда-либо делал было из любви к вам ну да правильно как дедушка надеюсь вы сможете простить меня да без проблем так мы все-таки семья вот так конечно мы все таки слова ты все что у меня есть альфред как я могу на тебя быть в обиде таки я больше не подведу вас да кстати даже по фильму и по книге полностью был за и готов был жизнь отдать за бэтмена поэтому конечно семья я здесь впервые с той самой ночи когда мне позвонили из полиции чтобы я забрал вас я думал что вашего отца наконец арестовали я не мог поверить что мелкого воришки вроде джо чилла хватило наглости ограбить и убить томаса уэйна он был слишком хорош хорошо известен слишком велик а разве бы чего не сбежал если бы узнал справедливое предложение однако он этого не сделал ты всегда говорю что это было простое ограбление за 20 лет и ни разу не отклонился от своей версии я могу вспомнить о ночи мельчайших подробностях но возможно это было не так иногда мы загораживаемся от того что не хотим видеть думаешь моё сознание меня подводит может быть было что-то на что я не обратил внимание что ты хочешь сейчас то найти после 20 лет улики мусор ну давай осмотрим так я бы хотел чтобы он оказался здесь прямо сейчас я бы сделал бэтменск убийцы своих родителей я бы смогу избиться своих родителей возможно варианты пугают так убей его я бы спросил почему вот это я бы за что ему всего один вопрос почему мои родители могли отдать ему все зачем он их просто убил его его зарезали в тюрьме манский вот джор чилу никто не скорбит брус да так граффити ну за 20 лет могли уж нарисовать здесь и другое он два пистолета это не двулики или случайно он уже манер это с двумя пистолетами бегать было он хотел только защитить я считал его неуязвимым так не могу считать его преступником так я бы хотел чтобы он был честным человеком так нет вот второй вариант и вы он ошибался я всегда хотел быть таким храбрый как он и есть такой он был бы рад узнать что вы вышли по другому пути вы пошли по другому пути ну да неприступный а вот чё в кинотеатре то осматривать так мы это шли в кинотеатр кстати я очень любил этот фильм смотрел его в том кинотеатре не знаю сколько раз как долго только тогда когда вы хотели его посмотреть плюс ваша мать лично устроила сейчас я этого не понимал она всегда была ко мне так добра и ожерелье потом рассыпалась кстати жемчужное ожерелье это не был таким простым ворон иначе был собрал бы все даже чужой где именно заканчивается память мой отец умоляет не надо этого делать выстрел а затем в это воспоминание есть ряд пропущенных места коллекции возможно но надо ли мне это знать конечно надо давай посмотрим чего у нас здесь так вот он стреляет почему ты ребенка то не убил брюс назад забирайте все что хотите ничего личного просто бизнес мне сказали что вы послушайте не надо это делать то вас нет скажите фалькона он совершает ошибку а мелкого оставили брус 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 чё ты бумажники то всего несколько сотен долларов может быть и все вот кто-то берет говорю хотел бы ограбить чтобы до жемчужинки собрал и убежал брюс бросил брюс сам еще нормально это было не ограбление их убили их карман фалькона знает почему карман я и буду карман назвать по полам что фамилия не там или кто имя кайман карман будет фалькона переименовали братва его переименовала в карман будешь карака карман полиция годом а 8 56 почему 56 почему не ровно 50 почему не 55 не 9 так я были с этим еще пришел у нас пустить тебя к фальконе сам понимаешь сколько правил мы нарушаем не пойми меня неправильно но в результате мы оба можем оказаться на сковороде никому не надо знать об этом а давайте подлижимся немножко к нему и я это ценю я знаю харви для меня это много значит я знаю мне от этого не легче последний раз за закрытыми дверями произно обезумело хотя бы скажи мне в чем дело так это лично дело харви я думаю что фалькона устроил убийство их родители те лучше не знать ну давай вот все равно это не будет секретов таким вот что это ужасно поэтому я и хочу поговорить не хочу знать наверняка спасибо что поделился ничего себе новость главное постарайся кстати вот минуточку вот этот хрен тоже с родителями был участен и поэтому не факт что фалькона там вообще все это мудит вот этот козел чтобы стать мэром все это замутил не хочу чтобы газеты отвлекались от моих дебатов с хилом джентльмены вы наконец-то засадили фалькона клетку благодаря твоей информации брюс зиму оттуда никогда не выбраться информации какой информация информация о я думал что вы в курсе собрался первым делом связать так я был так это был компромата фалькона я собирался тебе сказать про сихар я собирался тебе сказать сказать мне что ваш друг передал нам бумаги по которой фалькона сядет на все со всей жизни каталог все его преступной империи шарви это запомнит поэтому я и согласился на этот необычную просьбу блин получается я ему на трындел только что и благодарил и на трындел лейтенант поздравляю вас надеюсь больше его не увидим так ему лишь сорваться с крючка мистер вейн сержант рейни молния просто хочу чтобы вы знали кое-кто в полиции за вас чтобы не говорили в прессе о спасибо спасибо сержант приятно так мы держим фалькона в лазарете он еще легко отделался сдается об этом хотела убить но сдержался в последний момент для него важно поступать правильно правильно так нам повезло что он у нас есть так на повезло что он у нас есть кто бы не скрывался под этой маской готовы повезло что иметь такого приятно за что где-то рядом бережет что кто-то рядом бережет город хорошо фалькона в комнате своего чего можем сказать ему что нам надо мы будем снаружи ой давай эпизод 2 так причем 22 то могли бы и цифры сделать они словом а не надо что-то под аппаратом и валял что ли больного сяду строчь эти просто подвесил так дети аркхема что за черт брюс вейн ну ты про мира ко мне даже собственную жену не пускают хорошо что через неделю я отсюда выйду на уик нам надо поговорить вы не так века при нашей первой встрече ты был не так ариан хотя я знал что ты придешь особенно после того как стресса запустить тебя зубы похож на это так мы с вами были близки не просто друзьями можно сказать родными так ты посадил джо чила убить его так вот значит в чем дело щенок раскапывает убийство двадцатилетней давности два убийства и я о них никогда не забывал мы с тобой практически родные люди до хрена стал я думал ты уже должен был догадаться я пытался дать я достучаться на вечеринке в честь дента может быть надо было диктовать по буквам так какая мы семья расскажи мне историю а больше сливой семье вот она теперь тебя поймал твой отец хил я мы заправляли все в городе и продолжаю заправлять черт как больно думать мешает морфин вот там сбоку будь хорошим мальчиком помоги дядя кармайку карману мы договорились карманом его назвать ты же не врач ты даже не кто делать не можешь или чё ну да мне сейчас надо главное чтоб он заговорил 40 лет не пускал по венам этой дряни но как первое поцелуй никогда не забудешь так еще наркоман как просто было бы влить не сразу всю ампулу да там хватит чтобы старый пес отбросил коньки поры ну да да конечно тогда ты никогда не узнаешь как все было сколько в тебе и твоих родителей так не дави на меня ты мне нужен в трезвом уме давай вот так вот когда с андит томас то за сына породил дома свой так иначе бы тебя уже не было вот она у воиновская черта как так гораздо лучше сынок спасибо когда ты так делаешь руками то направляешь свою мать твой отец был хорошим врачом но марта вот у неё было золотое сердце ты правда говоря мне кажется ты больше похож на неё не смей говорить о моей матери почему нет сынок не могу не сказать ничего кроме хорошего единственный кто мог обсудить твоего отца обуздать пока ты не нанял убийцу чтобы застрелить их обоих ты правда думаешь что это я нанял чила само собой я время от времени работал за чилом ткнул в кого-нибудь пальцем он его уберет но я не заказывал убийство твоих родителей тогда кто это не никому нельзя верить особенно тем как бы называешь друзьями твои родители узнали это на собственном горьком опыте так это чё за кровь кто стрелял тебя ждут в аду так ублюдок должен был умереть так руки вверх не стрелять врача сюда и перекрыть это же никто не входит не выходит вперед вот так замели следы вот так вот полицейская сама себя еще и убила если ее нет качали они смотрите к откачали это вроде как я в какой-то там был на губах у нее там мы в глубокой заднице мне удалось выиграть выгадать время но очень немного рано или поздно об этом станет известно чего бы ей так поступить у нас руках им крупнейший криминальный лорд готема так с ней что-то было не так манта и ненавидела фалькона и заплатили чтобы она заставила замолчать не все было что-то не так не знаю она была сама на себя не похожа она была совсем не похожа на ту женщину что вы встретили в коле какой позор еще и офицер слетел с катушек смысле еще один это абсолютно бессмысленно она бы ни за что не повредила департаменту дело фалькона означало справедливость до 1000 известных жертв с точки зрения пиара так как я могу бороться с крутика на ваших российских приказ короче участки не могут своему следить надо что-то придумать крутись как хочешь выпусти заявление что стрелок был левый человек короче так мы должны все разложить по полочкам нас водят за вас сначала разберемся с фактами ведется расследование бла-бла-бла так прежде всего факты простые они вошли и застрелили его очень нужны будут все факты в целом то как почему лейтенант господин окружной прокурор пришли адвокаты фалькона боже я могу немного потянуть время но нам все равно нужны ответы так она в себя приходит скажи мне если она заговорит мне нужно знать почему она это сделала у меня тоже интересно это наверно тот галлюциноген который был в подвале альфред фалькона убит боже правый я занимаюсь расследованием нужна безопасная линия связи с компьютерами связь установлена альфред я хочу подтвердить кое-какие подозрения давай так хочу я должен а вот давай сначала кожа говорю же он какой-то яд был ее вены до сих пор видно под кожей ну и же давай царапину на шее свежий след от инъекции на кровь не похоже альфред я кажется нашел виситок проведи анализ что это конечно как только будут результаты я сообщу где я мистер уэйн ох ты что вообще происходит у меня такое чувство будто случилось что-то ужасно так вы пришли за вами думайте сержант что вы помните о боже фалькона я надеялась что это было не по правде я думаю сержант вам вкололи наркотик это многое объяснять верьте мне уж тебе-то не верю я много говорила о том как придушила бы фалькона но я бы ни за что ни за что не проделал не предала лейтенанта все так как будто в тумане помню острую боль у вас на шее след от инъекции да потом такая легкость как будто можно делать все что хочешь не чувство вины несовести и голос твердит на ухо что фалькона вот-вот слиняет а я должна его остановить должна в любой так так манта я вы должны что-то помню помню руку на моем плече она меня вела как родители ведет ребенка голос он говорила что-то про революцию ну вот я был сот рассказывал похоже мне так жаль лейтенант машина времени мне помогла мы пока что отогнали адвокатов фалькона но они вернутся и так как она сказала что-нибудь об этом сейчас не беспокойся так она знает что произошло так до нее добрались кто-то использованы как инструмент карви и и накачали наркотиками отправили убить фалькона срочная мед экспертов сюда она помнит голос который что-то говорил о революции не бог весь что а теперь если сюда идут медперсонал альфред мне нужно возвращаться в особняк у меня есть идеи кто может стоять за этим брюс вот тебя только не хватало что вы сделаете мои друзья в полиции рассказывают всякое я очень спешу о каком-то чп простите видите мне сейчас некогда не отталкивайте меня даете не отталкивание никогда говорят здесь была стрельба неподалеку от помещения где держали фалькона вам что-нибудь известно где тебе это удалось услышать откуда вы взяли значит это правда я этого не говорил накопали на фалькона достаточно всего чтобы он всю жизнь провел за решеткой день спустя после того как он побежден он умирает и вот вы здесь а он за решеткой раненый зверь может быть опасен я могу обеспечить чтобы ваше имя не прозвучало но вы должны дать мне что-то что я смогу использовать на по морде дальше стрелять кто стрелял полицейский так не идет вики а потому что это может быть и ты что-то по-английски сказал это может быть и ты ты запомнила да это опять потому что это может быть она ну чтож на это все подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии мы увидимся уже в следующее видео пока а а и и и и и